А в Караганзинской области более 26 тысяч домов частного сектора отапливаются углем. Чтобы избежать осеннего ажиотажа, в регионе уже сейчас работают 52 пункта продажи твердого топлива. Марина Золотарева побывала на месте и расскажет подробности. На этот склад выступает самый востребованный шубаркольский уголь. Он отличается небольшой зольностью и подходит для всех видов печей. В сезон здесь собираются километровые очереди из большегрузов. Чтобы миновать традиционного ажиотажа, потребители могут запасаться топливом прямо сейчас. Люди у нас ждут, как обычно, когда уже холодно. И опять же в это время собирается много народу. Вот это пиковое время, вот это ажиотаж. Сейчас уже уголь в наличии есть, его можно взять сейчас, приехать, загрузиться без проблем. Очередей нет, вы сами видите. Сейчас 15 тысяч тонн, а планируем складировать в районе 40 тысяч. За холодный период Карагандинская область потребляет более миллиона тонн угля. Топливо поставляют 8 разрезов и одна шахта. Чтобы избежать дефицита и конфликтов среди водителей самосвалов, крупнейший производитель энергетического угля Шубарколь Кумыр в этом году не откроет пункт самовывоза. Уголь, предназначенный для Карагандинского объема, самовывозом забиралось в другие регионы и продавались. В этой связи было принято решение о закрытии этого Шубаркулем. Цена берется средне-республиканская. В Карагандинской области данная цена составляет 13 тысяч 400. Это самая низкая цена по республике. В области создан штаб, который контролирует поставки топлива в пункты продажи. Также во всех городах и районах действуют горячие линии, куда можно пожаловаться на повышение стоимости угля. Марина Золотарева, Сайрана Камбаев, Карагандинская область, Хабар, 24.